Новые треки из роликов уже лежат в телеге, я опубликовал 11-ю подборку, поэтому чекай по ссылке в описании. Годы идут, один день сменяется другим, а Дарк РП остаётся всё таким же. А что позволяет ему оставаться таким же прямо несколько лет подряд? Правильно, донатные школьники, да и впрочем, любое донатное животное, которое хоть как-то сделало вклад в карман создателя. Но помимо этого, они также делают вклад в мою энциклопедию дебилов, которую я выпускаю почти каждую неделю, за что им огромное спасибо. Вы можете поливать их говном, сколько вам влезет, вы можете смеяться с них, обзывать их, ругать за всё, что только они сделали, но стоит признать одну вещь. Если бы не они, то я бы вряд ли бы снимал эту игру и этот режим в частности. Поэтому данный ролик я бы хотел начать с благодарности, к чему и вас тоже призываю. Хочу поблагодарить дебилов, которые попадаются ко мне на ролике. Спасибо, ребята, за то, что вы такими родились и вы не притворяетесь такими. Спасибо, что даёте пример, каким ебланам быть не нужно другим зрителям. От лица факультета добрых дел на Дарк РП я высказываю вам всеобщее огромное спасибо. А теперь мы начинаем снова опускаться на Дарк РП. А пока мы ещё не начали, хотел бы обсудить с вами одну насущную проблему. Заметили, что Steam стала пополнять куда сложнее? Да, есть такое дело. А ещё конские комиссии, которые ты когда платишь, они не то чтобы кусаются, они готовы буквально твою руку оторвать вместе с кошельком. Но эта проблема, как и все остальные, решаема, потому что на сервисе донатов нет, ты можешь пополнить свой счёт Steam'а, да и любого другого сервиса, а также просто задонатить в какую-то игру с минимальными затратами, потому что комиссия здесь всего лишь 10%. Подписка на Спотик, ВК, музыку, Дискорд, Нитро, ну кто чем пользуется. Или же какая-нибудь онлайн игра, в которую ты хотел бы задонатить. А чтобы сделать своё пополнение куда более выгодным, ты можешь перейти по ссылке в описании и получить купон на первое пополнение. Ну ладно. Ебать, ну блядь, сколько можно? Блядь, да что это за нахуй? Ну блядь, ему не надоело одного и того же челика убивать? Блядь, да сколько можно уже приходить туда постоянно, это пиздец. Его вот, ну, не заебало, или как, я просто не пойму. Лицом к синее, блядь, и не говори, блядь, без моего разрешения. Нет, я буду говорить. Я спрашиваю, лицензия есть? Да есть у меня лицензия, раскуй меня из наручников. Ну, скинь её. Куда я тебе скину, блядь? Лицей надо, давай я сам достану. Задний карман смотри. Ну давай. Кинул Зигу, ну понятно. Какой ролик, какой кубик, блядь. У меня лицензия там лежит. Давай, блядь, ебало, нахуй, иди отсюда. Сука, блядь. Понятно. Это пиздец, я раз седьмой уже пытаюсь туда дойти нормально, или как? Что за блядь? Нормально нахуй, нет? 20 минут. Мразь ебаная. Блядь, это пиздец, какая тварь. Блядь, дробовика нет, понимаете? Чтобы сразу же челика разъебашить. Ты что делаешь, зачем? Зачем ты окно разбил? Волновать должно. Зачем ты окно разбил? Волновать должно. Ну, я же спрашиваю, зачем окно разбил? Волновать должно. Тебе что, больше слов нету никаких? Окей. Ну, давай рассказывай, зачем окно разбил. На праздник. Итак, значит, окно я разбил, потому что достал нож и просто разбил окно, а там уже пошел домой. Ну, нон-рп, значит, у тебя. Ну, пип-пуп. Причем нон-рп тут? Просто так окно, блядь, разбил. Почему нон-рп? Тупой совсем, что ли? Ну, ты просто так окно разбил. Ты вот как объясняешь, оно так и выглядит. Это нон-рп. Ну, во-первых, многие тут на сервере окна просто так разбивают. Ну, понятно. Ну, это нон-рп. В общем, давай, удачи. Меня это волновать должно? Кто там, кто что разбивает? Ты разбил, ты наружу. Ну, я должен. А что я наружу? Ты можешь быть глухой, я тебе говорю, нон-рп. Иди нахуй. Класс оружия до второго, блядь. Зато у тюремщика до пятого класса оружия. Он, сука, сидит в тюрьме. Нахуй ему пятый класс оружия. Что он с ним делать будет, блядь? Ладно, окей, хорошо, хорошо, хорошо. Там вот есть вот этот человек в черном костюме, он пытался меня выпросить, чтобы я ему дал 23 тысячи моих. Какой? Вот этот вот стоит? Да, который вот этот стоит. Здравствуйте, лицом к стене стоят. Он пролез ко мне в квартиру через сломанное окно, попрашивал деньги у меня. Ну, наружим вам угрожал уже. Одесса ебался. Вы что хотите, тот меня? Да, вас обвиняли в грабеже. Я отрицаю это. Хорошо, но я вас на оружие проверю, лицом к стене повернитесь. Часик, удачи, я пью, подождите. Нелегало не найдено, вы можете быть свободны. Там убийство было? Человек к вам забежался на зону. Окей, это фрекил уже идет. Отлично. Логи. А кто меня хлопнул-то, собственно? Привет. Причина убийства? Кого? Да ты разбираешь свою жалобу, да? Я так понял. Причина убийства полицейского. Значит, сюда завиноборную администрацию? Последний раз спрашиваю. Причина убийства полицейского? Криминал. Криминал? Спасал другом. Помогал ему. Друга? Помогал другу. В чем? Да, 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 другу помогал. А у тебя за разбор свои жалобы будет. В чем помогал? Еще раз спрашиваю. А все, тебе нет смысла со мной разговаривать. Хорошо, хорошо. 14 часов наиграл. Молодец, просто. Сейчас мы разговаривали. Да, сейчас мы, иди нахуй. Блядь, ну что? Убийся. Короче, я его арестовываю, и по идее он должен был отсидеть весь свой срок. Но вместо этого он вылетает оттуда путем ноуклипа. И дальше меня убивает. Зачем? Непонятно. Нет, я бы еще понял, если бы его просто выкупили из тюрьмы, как мы привыкли видеть на Дарк РП. Это уже классика. Тя арестовали, ты попросил друга, он прибежал, тебя выкупили. И все, дальше проблем нет. Но вот секунда или две проходит с момента его ареста. Он вылетает оттуда на ноуклипе, убивает меня, нарушает тем самым фрикил. А также это делает в общественном месте, нарушая армит РП и нон РП. Если я не ошибаюсь, то то, что ты садишься в тюрьму и там какой-то срок проводишь, то это тоже часть РП процесса. Пусть и небольшая, но неотъемлемая. Даже если тебя выкупают из тюрьмы, или же сам тюремщик тебя освобождает, это тоже часть РП процесса. Но когда ты вылетаешь оттуда на ноуклипе и дальше идешь нарушать правила, то это какой-то пиздец, согласитесь. И этому пиздецу есть название Админ Абус. Что это, блядь? Можешь ко мне амням в сит тэпнуться? Амням, вот чел, амням. Можешь в сит тэпнуться? Ты меня убил на спавне из-за того, что тебя арестнали, а зачем? Ты разброслый жалоб, получается, да? Убил зачем? Мне интересно просто. Ну как, не знаю, ну просто ответь нормально и все. Ну, я не знаю, просто захотел. Просто захотел, но это на НРП выходит, и РТМ у тебя. Я знаю. Угу. Я тебе дам форму, отпиши тогда от своего имени. Считай, никакого разбора и не было, раз ты с этим согласен. О, я сух. Да, он просто полетел дальше нарушать правила и ничего себе не захотел выдавать. А вы чё думали, это сказка, блядь, какая-то? В ДРК РП по-другому не бывает. Но потом они тэпнули со своим другом в админ-зону и объяснили мне то, что у них такой ранг, они могут нарушать правила абсолютно спокойно и игнорировать их, потому что у них вот просто такая привилегия купленная. И наказывать его никто из этих двоих челиков не будет, просто потому что у них не ебаться крутой ранг, и они могут по правилам этого сервака с этим рангом нарушать абсолютно все правила. А за кого, за что ты его хочешь сбанить сейчас? Он не будет себя банить. Я вот тоже банить не буду. Он святой человек, его банить нельзя. Ну, у тебя же есть админ-права, да? У меня, у него тоже есть. А мне, пошли здесь кого-то потом хочешь, я скажу. Значит, вообще другой ситуации. Слушай, ну вот он убил, получается. Ладно, я понял, блядь, блядь. Давайте я просто не буду ничего тянуть, смотри. Он наборный рут, он может правило, нарушать ему ничего из этого не будет. Вот. О, наборная администрация. Да, но только это идет в разрез с другим правилом. 1,4 АДМ. У тебя АДМ 1.16, выдаю его себе. 1.16, и как и себе. А почему, получается, ты можешь пренебрегать этими правилами? 1,4 АДМ же это запрещает. Чё, повтори. Ну, АДМ 1.4 это запрещает делать. Использовать способности своей привилегии в корыстных целях. Это не корыстные цели. Ну, тебе захотелось по-рдмить кого-то, ты взял это, сделал, и теперь говоришь о том-то, что у тебя... Я делал это с друзьями, какая разница. Ну, ты меня взял, убил намеренно из-за того, что я тебя посадил. Ну, потому что ты меня арестовал, ты мне даже слова на объяснение не дал. Ты мне сказал, что за убийство я просто посадил. Ну да, так в чём я не прав, собственно. Я бы объяснил тебе, так я бы объяснил тебе за то, что это мои друзьями, всё равно. Ну, так это не даёт тебе права убивать кого-то. Друзья, не друзья. Спросишь у высшей старшей наборной администрации. А зачем мне спрашивать у высшей старшей наборной, если... Ты просто не можешь даже без заказа убивать кого-то. А ты взял меня без заказа, убил. Окей, хорошо. Это выходит у него что? У него выходит также ADM 1.4. 1.4. В корыстных целях выдавать наказание с некорректной причиной. Три дня бана. ADM 1.25. До правила. Запрещено проявлять крайне неадекватное поведение, играя за РП-профессию. Плюс ADM 1.25. Он уже пять правил нарушил. Это обгашенный пингвин, я в ахуе. В смысле? Наигрался. Спустя некоторое время он берет себя сам, разбанивает с этого наказания. Я так и не понял почему, потому что он не покупал никакого платного разбана, никто не подавал никакую жалобу, никто с этим не разбирался. Он просто захотел, взял, снял с себя бан и все. По сути делает что хочет. Балансная привилегия за донат называется. В этом весь Дарк РП. Затем я ему накидываю варнов за его админские нарушения, и админка у него слетает, но потом ему кто-то ее восстанавливает. И я думаю, ладно, хуй с ним, но зато вы будете это знать. Знать что, то, что его разбанили? Да ладно. Нет, то, что за деньги на Дарк РП, возможно, все. И это один из явных примеров. Потом я вышел с сервака, ибо они меня спалили, и при таких условиях снимать подобные видео, ну невозможно. Они начинают вести себя супер адекватно, они очень приветливые, они очень хорошие, вежливые. Ну, в общем, конченые, да? Поиграл немного в киберпанк, зашел снова, замаскировал немного аккаунт, поменял аватарку, имя и так далее. Теперь я снова модератор, которого никто не знает, но который очень хочет наказывать других админов за их нарушения. Комендантский час уже идет около 6-7 минут, и люди, которые бегают не дома в каче, должны быть арестованы. Я такого одного нахожу, и вместо того, чтобы его сначала поставить лицом к стене, бью по нему тазером. Благодаря чему я нарушаю правила фритазера, с этим я полностью согласен, но то, что происходит до самого бана, меня немножечко смутило. Как только он попадает в тюрьму, он тут же из нее выходит, догадайтесь, каким образом, и направляется прямо на то место, где я его арестовал, и убивает меня. За что? Непонятно. Во-первых, это, конечно же, правило фрикил, куда без него. Во-вторых, это нон-РП, потому что у него не было на меня заказа, его уже посадили, он по факту отсидел свой срок в тюрьме, хотя он сбежал оттуда с помощью админправ. Ну и третье, конечно же, армия ТРП, потому что все это он делал в банке, а банк признан правилами людным местом. Стоять, стоять, лицом к снегу вернется. Пингвина не трожь, маньяк, пингвина не трожь, Альфред, облачко, убей его, и дай ему пингвина. Не могу, все это делать, верно. Он меня целится, он меня пугает. И теперь подожди, я ему, блядь, сейчас вот устрою, блядь, подожди. А что он мне устроит? Я же ему написал, и ясно, что он мне дома в каче. Ну, а что он мне устроит? 1,29. Хорошо. Интересно, а как он выбрался из тюрьмы? Сейчас жалобу подадим для правдоподобности. За что ты его убил? Хорошо, убил в банке за что? Ну, давай, расскажи. Не помню. В смысле, не помню? Это как? За его профессию, это мог быть заказ. У тебя заказ на него был? Вопросительный знак. Да, не помню. Это демка есть? Подожди, ты меня арестовал? Ты арестовал? Да, в логах действительно нет записи о том, что он улетал в тюрьму. Но у меня на демке ведь это есть, и там было написано, что он получил арест. Логичек, но... Что-то зернул, но не арестовал. Абсталовал. Я просто ударил в шоке. Обман администрации. Обман администрации? А откуда, интересно? Я не знаю, что ты ждешь. Нет, я его арестовал. Короче, смотри, демку смысла никакого нет, так как ты его тазернул, он тебя убил. Все. Да не арестовал ты его, но, блядь, по логам видно, что ты его тазернул, потом он тебя убил. Все. Блядь, я тебе тоже отвечаю. Руф, я еще пишу пизис. Алло, я тебе логи говорю. Логи, знаешь, что-то? Демка есть, алло. Да, ну забанил от моего имени, олдмодер тоже. Я его, блядь, люблю забанить. Ну, кейфа, мы быстренько забаним. Демку чек, нихуело. Алло, я тебе говорю, у тебя по логам не было ареста. Ебать, какая мразь, блядь. Какая, блядь, тварь. Ты посмотри, сука. Два часа мне еще выдал. Сейчас я, блядь, сделаю, ебать, форму, сука. Так, сначала этот мудак, блядь. Давайте почекаем, что он сделал. Бан, айдишник его, 084, да? Это же он. Ва и я. Окей. Ебанобомоны, маны, вы че, охуели, бляди, всраты? Вот с этим девизом я и пошел шерстить правила на предметах нарушений. И там я вам, ребят, скажу, оказалось их дохуя и больше. Посмотрел я правила и сделал вот такие вот формы бана. Вы спросите, там же было на жалобе два долбоеба. Откуда взялся третий, кого ты собираешься забанить, но не показываешь нам? А это, ребята, секрет. Смотрите ролик дальше и ничего не упускайте. Вот я сколько времени снимаю баню долбоебов на Дарк РП, я впервые был поражен таким пахуизмом админа, в том плане, что на жалобе он руководствуется в первую очередь логами, а не тем, что записал игрок. Потому что демка это стопроцентный, правда, шанс узнать, нарушил ли челик правила действительно или нет. Но нашелся куда более умный уникум, который считает то, что пару-тройку строчек из логов, они реально достовернее, чем демка, записанная игроком, который подает жалоб. У меня была возможность сразу же всех забанить и на этом закончить запись ролика, но это было бы не так интересно. Я попробовал с ними нормально поговорить, попробовать объяснить, что они не так сделали. Не, закрыв активную жалобу, разбирать ее на игрока, который эту жалобу подал. 1.8. Блядь, а он только что это сделал. Ну, то есть, понимаете, я подал ЖБ, ее вообще не разобрали, ребят. Ее вообще, блядь, не разобрали. И он тут же на меня ее разбирает и наказывает меня за якобы обман. Три АДМ-правила уже. Далее, что у нас еще? При смене ника на сервере или же в Дискорде наборная администрация обязана предупредить свою сторону. А, старшую наборную. Наказание на форму только наборной администрации. Донатного гнера для высшего. Три АДМ-правила. Это у него. Клок, включи, свинья. Алло. АДМ 1.0. 1.2. 1.8. Чекаем по наказанию. Как ты жалобы разбираешь? Как ты жалобы, говорю, разбираешь? Что ты без доказательств банишь людей. Тебе говорят демку показать, а ты не смотришь ее. Чего? Тебе сказали, демка есть. Ареста не было. Демка есть, где был арест. Что? Не мешай жалобе. Окей. Это одна из последних жалоб, которые ты тут разбираешь. Ты не угрожаешь. Тепайся в сид. Ты обманывал админа. Я тебе угуляю, Вася. Окей. Гуляй, Вася. Гуляй. Ты что делаешь, мудак, блядский? Давай, пострелай. Ты кого обзываешь, петух? Тебя обзываю, долбоеба. Да, постреляй, ебанат. Ты охерел? Да, охерел. Что ты сделаешь? Ты вообще в край охерел? В край, да, охерел, охерел. Давно по жопе не получал. Ого. Что, можешь обеспечить? Мне сейчас тебе жопа прилетит. Ой, жопа прилетит. Да, блядь. Расскажешь мне. Клоун такой. Расплачься. Нахуй пошел? Нахуй пошел? Кусок выблядка. Донатный, донатка. Донатный. А ты наборный, блядь. И что тебе это лучше делает? Тилфу. Да, я хотя бы не доначу на привилегии. Да. Ну, промокод ввел. Ну, да. На коммуне надо. Ну, да. Вот некрас ума хватило не проходить наборы, блядь. Тилфу. 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 Ну, а набор не проходишь, потому что нихера не знаешь. Да, да. Я знаю побольше тебя достаточно. Говоришь человеку тряпнуться в сит. Ты на жалобе админа врал то, что ты якобы меня не убивал и тебя не арестовывали. Я ничего не врал. Ну, сделай голос нормально, что ты с этим сидишь? Ты свою жалобу сейчас сбираешь? Ты админа говорил, что тебя не арестовывали. Я тебе спасу, чечена, жалоба нету. Я нашел нарушение. Ты обманывал админа. Ну, молодец. Нашел. Молодец. Тебя обманул. Нет. Третьих. Роба 30-30-ти нету. Иди. Старший держит. Молодец. Иди в жопу. Гуляй, Вася. Оскорбление админа. Оскорбление админа. Оскорбление админа. Оскорбление админа. Жопа. Капец. Вообще. Офигенно. И то есть сейчас ты даже на это глаза тоже закроешь, да? Тут оскорбления не было. Не пройти. Он тебе всего лишь сказал жопу пойти. А, всего же. Оскорбление не было. А, ну давай ты давали нахуй с админзоны. Давай. В уголке сейчас посидишь, поплачь. В уголке, хорошо, давай, поплачь. Поплачь. А зачем ты меня таскаешь? Плачь. А зачем ты меня таскаешь? Плачь. Зачем ты меня таскаешь, мудак? Все, давай, плачь. Бля. Это пиздец. Это просто надо было поменять немножко аккаунт. Блядь, какой пиздец. А, хорошо. Сейчас бан. Теперь вот так вот сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Тогда я вам показывал конечные формы каждого из игроков. Но тогда, когда я записывал, у меня были просто небольшие наметки с парой-тройкой нарушений, которые я дополнял после вот этого вот разговора. Начнем с админа, который разобрал жалобу, ну, крайне хуево. ADM 1.0, 1.2 и 1.8. ADM 1.0 запрещает выдавать баны необоснованные, без причины и без доказательств. Он это и сделал. Да, не он сам вписал бан, но бан был от его имени. ADM 1.2 запрещает оскорблять или же унижать достоинства игроков и демонстрировать свое превосходство над игроками. Вы подаете жалобу, на которую админ вроде бы должен вас нормально послушать, посмотреть ваши доказательства, доводы, взвесить все за и против и потом принять решение. Но он этого не делает. Разве это не принижает ваше достоинство как игрока, а также ваши права, чтобы жалоба нормально проходила в обе стороны, а не только в одну. ADM 1.8 запрещает, не закрывая активную жалобу игрока, рассматривать ее от другой стороны. А он сделал ровно наоборот, за что и получил этот пункт. Далее идут повторяющиеся в некоторых местах вердикты в плане вот этих админ пунктов. Я не буду их пересказывать, а буду уделять время лишь тем, которые я еще не объяснил. ADM 1.4 запрещает обузить свою привилегию ради личной выгоды, а он тут это самое и сделал. Он ничего не сделал своему корешу, который нарушил правила, я просто пошел с ним дальше играть. ADM 1.2 он заработал тем, что он решил как-то нелепо надо мной поглумиться, потаскав меня физганом по админзоне и несколько раз поповторяв плач-плач-плач. Вот это да, унизил. Этот пункт еще взаимосвязан с ADM 1.5, потому что он себя неадекватно вел, будучи администратором. Ну че, ребята, а как вам наборный админ на ВСТРП? Зато ему есть чем гордиться, он прошел набор. А вы нет, бездарей ебать. Ну вот смотрите и завидуйте ему. Так, ладно, следующее. 1.9 ADM снисходительное отношение к явным нарушениям. Ему прямо сказали о том, что он оскорбляет администратора. Ему на это похуй. Ну а теперь наш финалист в Лиге Долбоебов. 1.4 это RDM. Вы сами видели, вы сами все помните. 1.33 вы только что слышали, как он оскорблял другого администратора. 1.41 он наврал администратору, и я из-за этого получил неправильный бан. 1.42 он постоянно тем самым мешал нормально проводить жалобу, и когда его нормально просили просто тэпнуться в сид, чтобы ему объяснить, что он сделал не так, он просто-напросто уходил по своим делам. Ну и завершающее это ADM.1.4. С помощью админки он то вылетает из тюрьмы, когда ему не хочется сидеть срок. Его нельзя самому забанить нормально, и сам он себе не хочет выдавать наказание, и он этим пользуется. На момент монтажа ролика я так подумал, что тут имеет место быть также ADM.1.12, запрещено использовать любые админ возможности в РП профессии. Но с этим уже пусть разбираются другие админы, там старшие, вышка, если им конечно же не похуй на то, что у них творится среди донатки. Я действительно сначала пробовал объяснить, что они где не так сделали, где они допустили ошибку, и где было нарушение. Но слушать, как видите, никто не хотел, все только хотели глумиться над модератором, который ничего им не может сделать. Простите за долгий стоп-кадр, просто нужно сказать одну важную инфу. Вот вы сейчас смотрите этот ролик, или же какой-то другой похожей тематики, где кого-то наказывают за какое-то нарушение. И к вам такое ощущение подступает того, что справедливость восторжествовала, вот это вот все круто, наконец-таки какую-то блять донатную наказали. Да, наказали. Изменит ли это ситуацию? Нет. Зашел бы обычный челик с такой же привилегией выкашивать каких-то гандонов, которые реально нарушили, имея все пруфы на руках. Да его бы нахуй скинули, просто потому что челики накупили себе донатных привилегий, и они там находятся на особых правах. Вот ты посмотрел ролик, где каких-то долбоебов наказывают, и грезишь о том, чтобы зайти поиграть над РКРП, в смысле о том, что вот, благодаря этому, или же куче других роликов, ситуация над РКРП стала куда круче, долбоебов стало меньше. Нет. Ты будешь каким-нибудь юзером, или же донатным модератором, в лучшем случае, что является низшим звеном в пищевой цепи ДРКРП. Для большинства челиков из ролика, ты будешь недочеловеком, равно просто мусором, который не достоин ни жить, ни иметь права голоса, мнения и так далее. Сделать ты им ничего не сможешь. Потому что буквально один-два платежа, и какой-нибудь гандон, который только-только сидел в бане, снова бегает и травит другим людям игру. В этом весь ДРКРП. Ты подумай над этим, а мы продолжаем ролик. А теперь у него идут админские правила. Хочешь, чтобы я что-то там признал, потому что он разбирает какую-то там ADM-жалобу? Если ты... Три правила нарушил. Если у тебя жалоба на ADM, если у тебя жалоба на ADM, в Дискорд иди пиши, и тогда разбирай уже. Это очень долго, просто мне на демку можно было бы записать то, что они признали. Ну, Кейн, ты по-адекватнее веди себя. Нет. Говорю, жаловаясь на ADM, не тпк от человека, у тебя выходит нарушение ты их прав админа. Так что, если у тебя есть, ты можешь пойти на него тейки написать. Да, админобус. Никто этого не видел, то есть. Но то, что ты админобус нарушил, да. А что такое, ты недоволен? А можно активировать, а ты не нарушил админобус? Я нарушил админобус под ним. Я нарушил. Да не ты. Где я нарушил, скажи где? Где? Просто так таскал физганом, закрыл глаза на нарушение, а вот ты неадекватно себя ввел. Я не закрывал глаза на нарушение. Тебя не оскорбили. Ты токеру ничего не сделал. Тебя не оскорбили. Нет, оскорбили. И что? Нет, не оскорбили. Ну вот оттуда и нарушения идут. Каким образом тебя оскорбили? Скажи, каким? Ну меня послали при тебе, и ты никак не повлиял на то, чтобы человек нормально себя повел. Это не оскорбление, это просто неадекватство. Неадекватство? Это не было оскорблением администрации. внимание не обратил и просто он не на жалобе себя повел так неадекватно нет она дмин оскорбили делать не ровно оскорбление от это пропустим им ушей и сам начал на таскать он тебя послал на то что ты выключат ничего не отписал и ему к нибудь это же так же себя абсолютно любви ситтер не сидит сам нарушаешь нет я ничего не нарушил то есть то что ты меня т.п. за пара что сидишь с модом то сидишь то есть модом чем тебя плохо слышно несколько раз обычным плохо слышно плохо слышно непонятно творишь все от меня требусь да да есть давай посмотри будет отрицать или не будет но еще разберет таскает ты можешь уйти на хуй пошел не понял посидишь тут окей да все что ты можешь сделать гандон дядь у меня тоже клок нужно немножечко меня потаскать физганов чтобы они позволили но это мудро его можно таскать они даже сейчас смотреть не буду конца ушел нахуй пошел черт тупой человека позову подачечку ну давай позови сам не справляешься до кого он хочет позвать блять ну что будет славе нахуй пошел эти игры глухой может быть не понимаешь ты нахер пошел самому не смешно ты уже себе столько нарушений накатал что человеку одну скажу у тебя минус может это можешь сказать просто пиздец позорник тысячи садишься тупой от самого себя не смешно но вопрос я записал на вопрос ответ я записал тебя список пидорасов и дальше решения ты присутствовал без разрешения на мои жалобе заработал триадема 7 дан нужна мне твоя жалоба так сильно присутствовать на админа я даже без присутствия понимаю кто и ведет и ведет ебанат мало у меня и все и все и все давай потаскай меня физганом пока можешь смотри пока можешь потаскай потаскай но ты слушай но ты давай отрывайся пока у тебя есть возможно слышишь его я получается получается он тебя замораживал до замораживал таскал физганом и телепортировал а также я его оскорблял нелицеприятными словами вот я его обзывал жестко могу повторить все это время угрожало что меня снимут последние слова просил убрать того чтобы тебя сейчас забыть нет я это делал все для того чтобы снова сказать какие все трое пидорасты кончены чего рубаничка да да губаничка меня с этим сыном шлюхи не путай что ты смеешься хуеплет а кто ты отец твой пришел тебя опять за щеку давать кто ты хотя ебет кто я господи боже мой ну не таскается больше до хуесос отвечаю он чё папе в кучу маме в хуй как дела в чем дело не расфриживай сам нарушал а чё ты оправдываешься теперь хуеплет смысле оправдываюсь я говорил что у тебя нарушение на нарушение есть какие блять нарушения то что я хотел просто чтоб человека наказали ты забил хуй на эти нарушения ты просто кончены блять пиздец смотри так он тебя не послал да закрой ебло уже господи лутла 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 ты думаешь я тебе что-то отвечать буду я тебя просил со мной нормально поговорить в чем проблема была это сделать раньше а сейчас ты мне терки то вопросы задаешь нахуй пошел скот ебаный сын бляди нет я адекватным не могу быть пошел нахуй смотри прикол а дм 1 0 1 2 1 8 все как я и говорил оп 1 2 3 бб очень напугал то блять как живешь как живешь полоумный спрашиваю чё ты там сидишь уже молчишь в чем проблема твоя что такое это же очень разговорчивый был себе свали кричал ну так это факты ты на нажал бы присутствует разрешение да я ебал твое разрешение нужна мне твоя жалоба как будто я знаю что там происходит как будто я там мешаю конкретно я стою вообще в воздухе хуй знает дело ты присутствовал и что дальше блять почему ты меня одного таскаешь потому что эти один раз нахуй послал за того что ты себя ведешь как свинья из-за этого с меня ты присутствовал на жалобе ты свинья ебаная которая ведет себя абсолютно также как я описал забил хуй на нарушение челика которого ты кроешь сидишь какое нарушение тебя не оскорбили не оскорбили а ты что тупой может быть тебе по 300 раз одно и то же повторять ты тупой а ты тупой ну ладно блять ну ладно все осадил я пойду тогда слышишь я пойду вот на этот твое ты тупой я пойду в уголок там поплачу да ты не против я потом вернусь с платочком хорошо блять вот это да меня киндер 228 с dark rp блять осадил сказал что я тупой вот это пиздец а то что ты блять альтернативно одаренный кусок хуеты ты сын бляди пиздоголовый который башкой не умеет думать просто пиздец нахуй ты живешь зачем тебя тебя родили слушай киндер иди реально лучше жб разбирали нет это не жб разбирать у меня идет у меня форма на него идет и прям с тремя варными и прием ты прям банишь его до 33 варные бред понял вот у него dm14 1219 и 15 на все это демка есть как и было тогда когда челик которого ты покрывал да так же как и было тогда когда челик которого ты покрывал пиздел админу который только что сейчас улетел я говорил что я вам есть демка и никто блять не захотел ее смотреть меня просто взяли забанили блять даже с учетом того что я подал жб и у меня была демонстрация вы просто так из троих хуесосов блядских да мне похуй где ты был где-то не был ты сейчас нахую находишься червяк его нарушил блять я просто поиграть зашел и ты начинаешь какой-то тут коней страдать и я нарушил так смысл играть без своей привилегии так еще и нарушать адм он я тебе говорил несколько раз уйти жалобы ты стоишь и слушаешь дальше но всех бы поубирал тогда в чем проблема смысле мне никто не мешал они я захотел вот так вот стоят на этой ебучей жалобе которые дебил проводят а я нет ну хоть и вам лет дальше что еще тебе сказать ты захотел так себя вести какой ебан таскать меня по админ зоне кричать по плач когда я просил просто нормально разобрать жб нет ты захотел по-другому ты захотел вести себя как уёбок почему я также не могу жалобу тебе разобрать действительно блять я не просил чела тэпнуться не просил нормально выслушать где он что и как нарушил да 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 еще раз да но ты блять слепой ты может быть читать не умеешь я не знаю я тебе не собираюсь нихуя не видел и я не видел ну так два сына шлюхи которые читать не умеют толком пиздец как вы вообще админами стали ладно этот понятно купил скорее всего а ты-то блять как в набор прошел ты хвастался то что ты умный такой ты набор прошел а вот я мол донатный я тупой купил блять ну да купил последние твои слова давай кусок дерьма ты сам себе без зубы пидор последние слова за свои за свои да за свои там нарушения присутствие на жалобах игру последние слова твои пидор глухой не мог присутствовать ладно он даже человеческую речь не понимает просто пиздец наху пошел отсюда но ты каш нормально ему накинул сейчас подожди ему еще при этом и пишу ответ будет или нет ну те чтобы выдавлять там голос чат или в этот писать убрали это вроде может выдавать наказание игрока эти увидел слушайте он же администрации сейчас является правильным токер да да но рецидив у него будет какой не знаю честно словно но просто для администрации тут пишут 2 от двух недель до месяца ну окей тогда будет рецидив надо пошел жалобу разбирать жалоба висит уже ты тоже разбери пожалуйста же б и не понимаю смысла нахуй рыпаться если ты ничего в итоге по факту не сможешь сказать но даже понимаете не в плане оскорбления в плане того что но ты же понимаешь что ты хуйню сделал зачем ты продолжаешь дальше там что-то не знаю высирать такое в чат что не то чтобы тебя там возвышает а ты наоборот себя этим сука топишь но это ж пиздец это же такая клиника ребят поймите правильно он вместо того чтобы нормально слушать про свои нарушения мне рассказывать а ты тоже нарушал ты сейчас на моей жалобе присутствует то есть то что было до этого блять его вообще не волновало это какой просто ну уровень долбоебизма на dark rp просто уродец блять вот он бегает теперь с катаной и следует карту заново и ебанат а другой хуесос он ливнул как я понял да а вот скажи честно вот скажи честно сейчас вот я видел ты постоянно после ареста вылетаешь на ноу клипе из ареста да токер также делает вот честно честно скажи один раз честно ну не знаю нет он обычно мне дискорде писал но это прийти про зависит обычно он не вылетал ну момент просто у меня бы на борьбе рута и у него есть не спорим просто ну было такое ну тогда все правда сказать-то и ничего ну типа чтобы просто ходить сидите ним нет не следил но да знаю что ночью там добывать до выходит я так и знал просто понимаешь вот тогда я часа два назад заходил когда у тебя слетела рутка получается я зашел думаю ну блять ладно спалили надо будет потом еще зайти попробовать потом сижу что-то думал да блять лень заходить на этот dark rp заебал он мне немного потом думал сука но я что-то точно должен упустить если я не зайду сегодня я зашел не упусти да вот такая вот я охуенно поиграл ладно анекдот ребята на на тему сегодняшнего на тему сегодняшней игры идут два админа один донат на второй тоже пизды получат новые треки из роликов уже лежат в телеге я опубликовал 11 подборку поэтому чекай по ссылке в описании и и и и и